Добрый вечер. Сегодня у меня в гостях Вячеслав Лен. Он человек на истории настолько сильно повернутый, что в принципе является ее олицетворением в технической части преклонения перед историей. Хотя, конечно, это скромно называется коллекционер. Здравствуйте. И причем слава отличается от большинства коллекционеров тем, что он привозит нашу страну. Он добывает, выкупает, перехватывает, иногда жестоко отбирает ценнейшие экспонаты. И ни один из попавших в руки к Лену экспонатов после этого не фигурирует на зарубежных аукционах. Они все становятся достоянием нашей страны. И попытка какого-нибудь там музейчика из Мелузы, например, выхватить из объятий Лена исторический экспонат никогда не может увенчаться успехом. Это бесполезно. Потому что все, что Вячеслав Лен привез в нашу страну, становится достоянием нашей страны. При том, что многие экспонаты из коллекции, они просто дарятся. В разные музеи можно по «Клонной горе» посмотреть на несколько подарков Вячеслава Лены. А может, конечно, и по закромам. А сегодня у нас тема, связанная с одной из чрезвычайно трагичных исторических страниц нашей страны. Битва за Москву, 1941 год. Сейчас как раз со дня на день будет красивая дата по контрнаступлению. Битва была жуткая. Битва была страшная, как все битвы Великой Отечественной войны. Не зря ее назвали Великой и не зря ее назвали Отечественной. Того стоило. Война на истребление была совершенно катастрофическая. Количество миллионов, которые мы положили только в одной московской битве, у нас на всякий случай аккуратно упрятано до полумиллиона жертв. У нас по статистике до сих пор никто не знает, сколько же людей погибло в войну. Поэтому в 27 миллионов могут себе позволить верить самые наивные люди, оптимисты. Гораздо больше 27 миллионов. И битва за Москву, как вы знаете, она была по большому счету самой главной битвой. Если бы не Москва, которую мы отстояли, то мы бы, конечно, войну выиграли. Но лет, наверное, через 7, если не больше. И это была бы первая победа, потому что больше бы никого уже не осталось. Москву минировали, Москву собирались сдавать с уличными боями. И немцы не вошли в Москву только потому, что они даже не могли предположить, что она открыта. Потому что войск не было. На контрудар готовили, а на обороне уже не было. И вот, например, то, как разворачивали события на Можайском направлении, она говорит о том, что уже все. То есть можно было просто, что называется, чуть-чуть наступить, чуть-чуть нажать, и Москва бы была не то чтобы сдана. Но они бы вошли в Москву и начались бы уличные бои. И мы бы тогда их уже завалили обломками улицы Горького и подрывом московского метрополитена. Но и была бы другая страница. А сегодня у нас тема разговора — это сопоставление вооружений и технической части, материальной части армии. Потому что ведь столкнулось, кроме вот того ужаса, который мы называем войной, еще некоторое количество технических подробностей, нюансами сопровождающих то, как готовились к войне, с чем пришли, на чем собирались воевать и на чем в итоге воевали. И как это сказалось на боеспособности войск. А Вячеслав Лен — тот самый человек, у которого в коллекции есть очень много образцов из той и с другой стороны. И он как раз, как эксперт, знает, из чего оно было сделано, как оно состояло, как оно работало или не работало. Слав, это было вступление, а все остальное — это твое. Спасибо. Но, стоит сказать, самые сложные автомобили выпускали немцы, французы и итальянцы. То есть французы, понятно, всегда старались в Первой мировой выделиться. Все-таки танк ФТ-17 изобретение «Лучший танк Первой мировой» — это был именно французский. Хотя англичане сделали ромб, но у англичан была техника намного проще. Ну и, как известно, коалиция французов и англичан, там, и бельгийцев, она недолго продержалась в 1940 году. Но Гитлер решил идти на Россию. И, в общем-то, я твердо считаю, что 22 июня — это первый день разгрома фашистской Германии. То есть 1941 года. Но один из переломов, это, конечно же, такой серьезный перелом, это как раз Московская битва. С чем дошли немцы к нам в этот период? Об этом мы и поговорим сейчас. Значит, у советских войск были очень простые устаревшие автомобили. Это бывшие «Форды А», «Форды Тимкин» трехосные, которые даже не имели специальной резины. То есть я катаюсь на подобных автомобилях время от времени. И все, что касается автомобилей ГАЗ или ЗИС времен войны, это очень проблемная история. То есть если вы собираетесь ехать, допустим, на нем на ралли или в лес, то вам всегда нужно брать большое количество инструмента, потому что автомобиль с большой долей вероятности сломается. То есть как на них дошли до Берлина — это невероятно. То есть я не знаю. То есть фотографий крайне мало. Но мы говорим о начальном периоде войны. У нас были только эти автомобили и маленькое количество ленд-лиза. В тот момент ленд-лиз только-только начинался. Потому что как раз октябрь-ноябрь — это первые поставки, когда американцы еще не успели, а англичане в основном. Да, и англичане. Ну, некоторое количество, но постепенно. То есть начнем, разберем советскую армию. То есть с чем воевали, так скажем, наши деды? Это были автомобили, значит, приличное количество под Москвой. Я думаю, ну, несколько десятков тысяч, не более того, грузовичков ГАЗ-2. И также несколько там, ну, может быть, там 10 тысяч в лучшем случае. Это автомобили ЗИС-5. То есть это очень проблемные автомобили. Хоть и бензиновые, карбюраторные, но зимой их эксплуатацию я не представляю. То есть это автомобили с открытой кабиной. Разумеется, никакого там отопления и так далее. Даже думать не нужно. Но самое ужасное для этих автомобилей — это то, что у них гладкая резина была. Не было специальных протекторов. То есть и обратная же ситуация была у немцев. То есть автомобили специально готовились для войны. То есть это внедорожники, которые имели, не говоря уже о специальном протекторе, полный привод, независимые подвески и полное управление. То есть 4 на 4 у немцев были колесные формулы по управлению даже, не только по приводу. У немцев была вообще директива, которая приказывала всем абсолютно поставщикам, всем фирмам именно такую технику и выпускать. То есть это была не добрая воля и не инженерный поиск, это было исполнение приказа сверху. Любая техника немецкая должна была быть в обязательном порядке. Унифицирована. Во-первых, унифицирована. И многие фирмы делали одно и то же под разными брендами. И она должна была быть полноприводной. И при этом у немцев была такая промежуточная модель, которую мы со своей исторической вершины воспринимаем как командирская машина. Вот здесь было очень много сосредоточенного полнопривода. Ведь Opel Blitz не был полноприводным. Был в том числе. Но и было огромное количество войскового подвоза на плечах обычного Opel Blitz, который был заднеприводным. Заднеприводным. Все правильно. В целом для армии полагалось, вот именно под военный заказ, делать только полноприводную. Была программа у военного ведомства немецкого, в том числе и у Советского Союза такая программа была, но мы не успели. То есть первые автомобили... Милочко, ты же помнишь, в чем главная тайна Красной Армии? В том, что она всегда опаздывает. Ну, что сделать. Но, тем не менее, у нас были прекрасные разработки. Это ГАЗ-64, который уже к тому времени выпускался и прекратил свой выпуск. В общем-то, можно и так сказать. Потому как все 513 автомобилей ГАЗ-64 были в 41-м году сделаны. И прекращение производства, это сентябрь-октябрь этих автомобилей. То есть 513 командирских автомобилей всего было выпущено. Причем очень часто встречаются фотографии, они стоят на резине от простой М-очки. То есть это советский автомобиль, то есть полноприводный, который... Я себе не представляю, как его толкать. Хотя он очень легкий. Но такой есть в коллекции. Мы тоже время от времени катаемся. И прекрасный автомобиль, узкий. У него база, как у Виллиса. Очень интересно, так скажем. Как у донора идеи у Виллиса. Ну, может быть. То есть, но, скорее всего, что... Переверемся на новости, а потом продолжим. Вячеслав Лен, коллекционер. Битва за Москву, 41-й год. Две армии. Красная армия и Вермахт. Колесные и полугусеничные. У нас полугусеничного на тот момент ничего не было. А у немцев был целый класс. И вообще немецкая классификация. Это так называемый легкий автомобиль, который мы можем называть легковым. Он был в нескольких вариантах. У них был грузовик. Тоже в нескольких вариантах. И вот это полугусеничное явление, когда у них с гусеницами был даже мотоцикл. У нас подобного класса тоже не было. У нас были легковые и грузовые машины. По большому счету всего две категории. Все правильно. Но, так скажем, повторюсь. У Красной армии был один маленький джип. На базе Пигмея он был когда-то сделан. То есть, скопирован, так скажем, с американского варианта. Он имеет ширину Виллиса. Очень маленький, как Виллис. Но у немцев же военным ведомством были заявлены три класса командирских, разведывательных и штабных всевозможных автомобилей специальных. Прежде всего легкие по классу. Это объясню, что за автомобили были. Значит, абсолютно одинаковая рама и одинаковый кузов обязаны были выпускать завод Мерседес, БМВ, Адлер, Штоевер и Гономак. То есть, пять автомобильных фирм совершенно разных выпускали один и тот же автомобиль фактически. Но каждый имел свой двигатель. Это был легкий автомобиль. Тону 400 он весил. Очень хорошей проходимости из-за того, что он маленький. У многих модификаций было также полное управление. То есть, все четыре колеса управлялись. То есть, можно вокруг дерева спокойно на нем ездить. Но это стало позже проблемой. То есть, общаясь со многими ветеранами немецкими, они сказали... Ну, я часто спрашивал, почему же отказались. Сказали из-за того, что недоучивались шофера, случайно включая полное управление. Автомобиль мог на полном ходу выехать просто навстречу под танк. То есть, это очень легко включается управление. То есть, в зацепление просто зубья входят, и машина начинает буквально на скорости 60 км в час вокруг своей оси разворачиваться. Ну, и тут же переворачивается, разумеется. Из-за этого отказались позже. Но был средний автомобиль. Средние автомобили относятся... Ну, имеется в виду полноприводные. Это был Хорьх. Хорьх также выпускался на заводе Вандер и на заводе Опель и на заводе Хорьх. То есть, каждый со своим двигателем, но лишь Вандер использовал и Опель моторы, и Хорьх. Опель весил уже около двух тонн. Ну, чуть больше, там, 2300-2400. И это был самый известный, самый узнаваемый автомобиль Германии. Это тот, который имеет сбоку отдельное вынесенное колесо, так называемый перекатыш. То есть, вы его по старой кинохронике, конечно же, узнаете легко. Это были Хорьхи. Разработка именно ЦВКА у Хорьх. Был также тяжелый автомобиль у немцев, да, штабной. Это выпускались автомобили Мерседес, Штеер и... Так, Мерседес, Штеер. Так, ну, навскидку. А, Гономак. Не Гономак, извиняюсь. Феномен Гранит. Феномен Гранит. Но очень редкий, кстати, автомобиль. Так вот. Эти автомобили были все, разумеется, полноприводные. И Хорьх. Тяжелый Хорьх был. Четвертый автомобиль. Вот Хорьх, о нем отдельно стоит сказать. Это, конечно, было чудо. То есть, автомобиль в то время, имея вес больше трех тонн, неимоверную ширину, там, под два метра. Широкая очень маска у него была. Двигатель сбоку стоял, так как его хотели покороче сделать. Поставили радиатор с левой стороны, а двигатель справа от радиатора. То есть, такое решение было. Автомобиль был тоже полноприводный, с перекатышем, но вот и имел полное управление. То есть, для такого монстра шестиметрового и шириной в два метра почти, то есть, он имел еще и полное управление. Это, конечно, что-то с чем-то. То есть, когда такая громадина начинает вокруг березы кататься, это надо видеть. То есть, но вот с такой техникой пришли к нам немцы. Отдельно, стоит сказать, по полугусеничникам, кстати. Полугусеничники, действительно, как Сергей сказал, начинались от однотонника, демага. Это был громадный, ну как громадный, относительно гусеничный, полугусеничный автомобиль с приводом лишь на гусеницы носами. Он имел зацепную, ну как бы общую массу, тонну. Был также трехтонный автомобиль, выпускал его Гономак. Был пятитонник, там куча автомобилей выпускала, ой, куча автомобильных фирм. Восьмитонник, но самое выдающееся, это был восемнадцатитонный тягач, который разрабатывался для Советского Союза. Но так как Германия с Советским Союзом разругалась, они поставили его к себе на вооружение. Это, конечно, громадная машина, весит она 18 тонн. У немцев вся градация их, 8-12 тонник, это по тоннажу самого полугусеничного транспортного средства. Так вот, восемнадцатитонный тягач вытаскивал танк-тигр, если они были в паре. То есть, простой 18-тонник-1, он вытаскивал там Т-3, Т-4, немецкие танки, без всяких проблем, в том числе и нашу Т-34. Ну, учитывая, что Т-4 и Т-34, в общем, одноклассники. Да-да-да, то есть, средний танк считался. То есть, немцы с чем столкнулись под Москвой? То есть, я, ну, читаю время от времени какие-то воспоминания немецких офицеров. Так вот, например, дошли они до Рузы по карте, которой была обозначена дорога. Это октябрь был месяц, а дальше дороги просто не было. То есть, хотя на карте она есть. Ну, сейчас, в принципе, во многих местах подобные ситуации тоже время от времени случаются. Да там же под Рузы. Ну, вполне вероятно. И, в общем, они, ну, описывает командир 78-й пехотной дивизии, потом штурмовой они стали. Они шли на Звенигород. Так вот, гать в 7 километров они делали 10 дней. Просто валили тупо лес, по которому дальше проехать. То есть, 10 дней 7 километров. Причем, не встречая там никакого сопротивления и так далее, он пишет. Просто 10 километров пройти. Так, это была осень, да, такая. Ну, и, как мы все знаем, рано ударили морозы. Причем морозы такие крепкие. В середине октября, 18-го, 19-го, был тот самый знаменитый дождь, который вошел в историю. И он остановил обе армии. И войсковой подвоз обеих армий. И 18-го, 19-го, все стояло. После 19-го как раз начали строить эти гати для того, чтобы хоть как-то двигаться, хоть куда-то. И дождь закончился только морозом 4-го ноября. Все правильно. И причем, когда Гудериан, командующий второй танковый, получил приказ наступать непосредственно на Москву, он себе под нос выругался, а в дневник записал. Я не могу этого сделать, потому что мои коммуникации второй армии растянулись на 500 километров. У меня половина заправщиков стоит еще под Брестом. Все правильно. А что такое коммуникации? То есть сам же Гудериан, разрабатывая свою тактику Блицкрига, то есть прорывы, так скажем, танковыми колоннами и мобильными группами, отрезать от путей снабжения. То есть Гудериан фактически попал в свои же клещи, то есть растянувшись. То есть Красная Армия, он отрезал пути снабжения, перебивая железные дороги, там всевозможные развязки железнодорожные. Так как автомобильных в принципе-то не было тогда фактически. Но как бы мы не построили к 41-му году Минскую трассу, война бы не началась. Мы ее к 41-му закончили, и по ней как раз немцы к нам и приехали. Ну, в общем-то, старая Смоленская трасса. Не было бы этой дороги, но может быть они бы до 42-го бы ждали. Все правильно. Но что есть, то есть. И воспоминания немцев, когда под Москвой ударил вот этот первый мороз. А разумеется, что после теплой зимы в Европе они даже не предполагали, что танк может увязнуть сначала в грязь, а потом, когда ударит мороз, он замерзнет. И когда он стоит там, ну, сантиметров 30-40 в грязи в замерзшей, его отдолбить, ну, я себе не представляю, какие нужны усилия, чтобы отдолбить танк из куска льда. Немцы, в принципе, не понимали, что такое морозы. Потому что, когда они, например, начали перешивать колею нашу под свою для того, чтобы пустить немецкие паровозы, осенью они это смогли сделать. А когда морозы вдарили, то воспоминанием тех людей, которые работали на этих паровозах, выяснилось, что у него, поскольку полностью вся подача, в том числе и воды, выведена наружу, то при минус 5-7 у него перемерзли все патрубки, и паровоз превратился просто в размороженную батарею. Его можно было аккуратно отвезти на металлолом здесь целиком. После чего немцы подумали, что, кажется, зря они стали перешивать колею на Европу. И то же самое было с абсолютно любой другой техникой. Ну, а оружейная смазка? Ведь та же была проблема. Кто же знал, что, оказывается, морозы — это когда холодно. Мы думали, морозы — это когда мы в энциклопедии прочитали, а в Википедии — это тех лет. — Все правильно. Но к дню контрнаступления под Москвой часто показывают, что немцы все-таки плохо экипированы и так далее. То есть все-таки экипировались они к тому времени. То есть немцы более-менее себя чувствовали. То есть по воспоминаниям сначала, когда начались морозы, ничего не было. А уже во время, в декабре, они получали уже так или иначе какое-никакое снабжение. То есть и более-менее были одеты. — По воспоминаниям полкового врача, который додумался обматывать их газетой, это подоспело не сразу. Перерыв на новости. — Согласен. Вячеслав Лен. Коллекционер и патриот. Тема «Битва под Москвой. Техника армии». — Но я коллекционирую еще фотографии старинные. — Мы не будем говорить о том, что ты коллекционируешь. У тебя много увлечений. — Я расскажу отдельно. Часто попадаются альбомы немцев, которые воевали под Москвой. Это, конечно, что-то с чем-то. То есть это масса техники, которую можно было, в принципе, восстановить, и на которой можно было бы идти дальше. Она просто брошена. И немецкая, и советская колонны целые стоят. Из-за того, что был, так скажем, морозец и такой непростой, то есть технику очень было тяжело обслуживать. Люди в основном, конечно же, думали, как себя спасти. Один из моментов, что наступление-то не было дальше, техника просто стояла. То есть у немцев она не была приспособлена к морозам. То есть, конечно же, техника прекрасная и отличная. Но лишь на 1942-1943 год военное ведомство для всей техники, для гусеничной, для танковой техники, для автомобилей, выпустили специальные инструкции с подробнейшими чертежами по установке паяльных, ламп всевозможных и отопительных систем. Но в 1941 году они к этому не были готовы. Соответственно, никогда не бывая в таких условиях, в которых жили наши предки, так скажем, они даже не знали, как управлять такой техникой, как ее завести на морозе и так далее. Из-за этого очень много железа, так скажем, стояло. То есть стояли танки, стояли грузовики, которые сами по себе были произведениями искусства. Точно так же и джипы. Ну, а нашим было все ни по чем. Ну, нашим тоже было много чего по чем, но просто наша армия была не настолько технически обеспечена. А русский солдат, как известно, он не нуждается в смазке. Он работает немножко на другом. Тем более, если его согревает партийный билет или у затылка наган комиссара. Ну, или 100 грамм наркомовские, они тоже уже были, так что это лучший стимул был. Без этого никуда. Грузовики обеих армий. Ведь все-таки основной подвоз — это грузовики. Ну, не только подвоз, то есть грузовики массу функций выполняли. И радиомашины, и штабные автомобили, то есть большие. Но, скажем, о наших, о американских, так как о английских и о немецких можно рассказать. Значит, ну, наши автомобили, я уже говорил, что это в лучшем случае трехосные автомобили, у которых, то есть это Гастреа и ЗИС-6, так называемые. Но была у них одна огромная проблема. У них не было привода на передние колеса. Поэтому в грязи они просто клевали. То есть, если задние колеса пытались еще как-то тянуть на гладкой резине, то есть у нас не было резины, которая имела бы зимний протектор. То есть это была все просто шоссейная резина. То есть, ну, видимо, воевать зимой никто не предполагал, что придется. Но поэтому было неудачно, мягко говоря. Но к 41-му году мы получили первый ленд-лиз из Англии. Это были совершенно разные там Бетфорды, Куиксы и так далее. То есть на них ставили первые Катюши в том числе. Есть масса фотографий немецких, да, на которых стоит на Бетфорде, например, на Куиксе, стоит Катюша наша. То есть это очень интересно. Это двухосная всего машина, не трехосная, а специальная укороченная Катюша. То есть это, ну, такое интересное зрелище. Ну, кстати, потом Государственный комитет обороны издал указ, согласно которому Катюши гвардейские минометы ставили только на Студебеккеры. То есть на нашу технику ни в коем случае. У нас на Т-60, на гусеничный ход, ну, так, по чуть-чуть, небольших количествах. Ну, там 200 машин всего было выпущено на Т-60. 200 машин, это модификация, как-то он назывался, 28-я. Но, значит, насчет грузовиков дальше. Вот Гастриа и ЗИС-6, они имели червячный привод. Представляете, если эта машина заглохла где-то на дороге, и ее столкнуть с места сможет только танк. То есть червяк становится в распор шестерни, и все, ее только танк свернет. Поэтому масса фотографий наших броневиков, допустим, тот же БА-10, да и те же, и ЗИС-6, и что угодно, которые просто раскурочены при срыве с дороги, потому что они идти не могли. То есть его только танком скинуть можно было с дороги, чтобы он не мешал. То есть это, ну, такое не очень хорошее, так скажем, изобретение было. Что касается машин американских, то есть все помнят знаменитый Студебекер и GMC. Студебекеров к нам 190 тысяч штук было поставлено, а GMC 7 тысяч штук. То есть это прекрасные автомобили, 6х6 приводом, которые в основном и были армейскими автомобилями, а советская техника осталась на подвозе. На подвозе, то есть это и склады амуниционные, и продовольственные пошли, и подвозка снарядов, и тому подобное. На передовую шли американские машины. Но когда у нас рассказывают о том, что Ленд-Лиз не сыграл ключевую роль в войне, и в снабжении ее, и в целом мы выиграли сами, а американцы чуть-чуть с англичанами помогли, на самом деле это не так, потому что вся наша автомобильная промышленность за все годы войны, она смогла произвести там, ну, чуть меньше 200 тысяч, тем более, что мы сразу потеряли практически две трети автопарка нашей Красной Армии, а по Ленд-Лизу мы получили больше 400 тысяч грузовиков. И трофейка у нас была. Конец войны мы встречали около 600 тысяч автомобилей у нас было. То есть трофейка, я извиняюсь, перебил, 80 тысяч автомобилей примерно у нас было в конце войны. То есть использовали все, все, что можно было завести и ехать. То есть что уже не ехало, передавали в народное хозяйство. Там, ну, как-то, там, женщины или мужики, или там, ну, уже кто, так скажем, с войны демобилизовался по той или иной причине. Вот они оживляли эту мертвичину, и она каталась. То есть так, когда вспоминают, что полуторка до Берлина дошла, ну, это не совсем правда. Это пропаганда, это за родину за Сталина. Слав, у нас в армии Студебекера, а у немцев? У немцев был прекрасный автомобиль. Вообще у них много, скажем так, грузовиков. Самый знаменитый, это, конечно же, Opel Blitz. То есть из них полноприводные Opel Blitz всего 25 тысяч штук. 80 тысяч штук было сделано заднеприводных Opel Blitz. Это был очень интересный автомобиль. У него двигатель 3,5 литра объем, по-моему. Он весил около 4 тонн, но брал 25 человек на борт. То есть это очень проходимая машина. Я на таком катался. И реально хорошая. У него есть блокировка. В отличие от других хороших автомобилей, немецких полноприводных, на них, как правило, ни на джипах, ни на одном джипе немецком нет блокировки дифференциала. То есть смешно смотреть. У немцев был Einheitsdiesel, универсальный грузовик. У меня есть такой здесь, в Москве. Он стоит сейчас в Черноголовке. Прекрасный в Черноголовке, в музее боевого братства. Прекрасный автомобиль в селе Ивановском, кстати. И мы в журнале в нашем, Rolling Wheels, о нем писали. Если интересно, вот можно почитать отдельно, что называется. Это грузовик, который стоил ровно столько же, сколько стоил танк Т-2. Он имел 6х6, все независимые колеса. То есть подвеска полностью независимая. Это, конечно, произведение искусства. Это не грузовик. То есть это самый большой джип Германии. Я лично так называю. И, в принципе, и немцы, с которыми я общался, с ветеранами немецкими, они рассказывают все в один голос, что когда к ним в часть приходил Айнхайдс-дизель или удавалось выбить у русских такую машину, так как мы в начале войны их очень много захватили, в общем-то, их мало дошло до конца войны тоже. И сразу же на него устанавливали полевую кухню. То есть полевая кухня, так как немецкая поговорка «on imamf keine Kampf». То есть без каши нет войны. То есть у немцев была превыше всего. То есть перерыв гарантированный, когда не будет боя, это перерывы на обед, на завтрак и так далее. То есть чего не скажешь о наших солдатах, к сожалению. Но вот благодаря этим грузовикам немцы, конечно же, с легкостью дошли до Москвы, невзирая на грязь и тому подобное. Но масса фотографий, когда стоит этот самый грузовик и буксует в маленькой, буквально луже. Нет блокировки дифференциала. Да, у него гребут три колеса с каких-то из сторон, но они нашли мягкое для себя, так скажем, в грязи где-нибудь и просто маслают, так скажем. И его вот столкнуть, он весит там тонн пять, наверное. И нужен еще один грузовик, потому как люди, наверное, не в силах такое сделать. Тем более после боев. А блокировка у Блица? Блокировка у Блица, на удивление, была. Он действительно блокировался. То есть интересен очень тем, что немцы все-таки привинили. Вот сейчас как раз на новой Газели делают то же самое. Новая Газели, она имеет такую опцию, как блокировка дифференциала. Всего 70 лет-то прошло. Так пора было научиться у немцев. Как по России-то ездить. Ну да, согласен. Но Opel Blitz, наверное, такая легенда, как бы не преувеличенная Германией, так как это основной грузовик все-таки немцев. Айнхайдс-дизель всего успели 10 тысяч штук выпустить до 40-го года, пока немецкое военное ведомство не поняло, что его просто развели. То есть грузовик по стоимости танка. Но и, конечно же, от него отказались. Хотя автомобили дошли до конца войны. И сегодня это самые, пожалуй, дорогие грузовики в мире времен войны. Это Айнхайдс-дизель, самые недоступные. То есть сегодня на ходу известно всего пара штук таких грузовиков. То есть один из них у нас. Кто бы сомневался в Вячеславе Лене. Так какой ленд-лиз подоспел к московской битве? Ленд-лиз подоспел, конечно же, через Северный морской путь. Это через Архангельск и через Мурманск. Это пришли первые английские суда вместе с английской техникой. То есть официально к нам было поставлено 300 всего автомобилей. Но также какое-то количество бренд-керриеры. Это такой английский, скажем так, бронетранспортер. Гусеничный, легкий. Он весом где-то 2,5 тонны. Такой очень маленький. И были какое-то количество бренд-керриеров. Причем бренд-керриер использовался... Бренд-керриер переводится как носитель вооружения. То есть... Подставка. Да, да, да. Вот он, значит, мог перевозить экипаж небольшой. Четыре человека сзади, один водитель и один пулеметчик впереди. То есть это вот такой броневичок небольшой. Но что из автомобилей поставили англичане? По отчету начальника ГАПТУ на 45-й год, на август месяц, это были автомобили Остин. Но, разумеется, это были самые разношерстные автомобили. В то время в основном это были Моррис Коммерселл. Да, действительно, Остин и Бетфорды. Небольшая ремарка. Это то же самое, как собирательный образ. Не все студебекеры были студебекерами. Поэтому не все Остины были Остинами. Просто англичан — это Иваны, Фрицы. И сюда же все они были Остины. И, соответственно, вся эта техника была студебекерами. Хотя там было порядка восьми разных марок у американцев. И, соответственно, у англичан тоже целый букет. У англичан, да. Первое, что нам пришли, это Бетфорды, Моррис Коммерселл грузовики. Ну, такие легкие, полуторатонные. Но пока заднеприводные. В 1942-м они уже были полноприводные у англичан. Очень интересный грузовик, кстати. Такой хорошо ездит. То есть испытывал не раз. — Причем ведь англичане в этот момент рубились еще в Северной Африке с немцами. И под Эль-Аламейном у них практически вся техника колесная была тоже полноприводная. — К тому времени, да. Но это уже 1942-й дод. — Конец 1942 года, битва при Эль-Аламейне. — Ноябрь, да, 17-й, по-моему. Или не 17-й. — Конец ноября. Но битва, учитывая, что сам по себе Эль-Аламейн — это палка, воткнутая в песок, то на этом театре военных действий непосредственно финальная драка продолжалась в течение месяца. — Все правильно. Я, насколько знаю, Сергей, ты тоже был на том месте, побывал в музее. — Да. — Очень интересное место. — Меня подмывало взять лопату и отойти метров на 200 в сторону, откопать себе танк. — Я разыскал директора музея, который там ни разу не был. — Да, потом продолжим. Коллекционер Вячеслав Лен, но мы как раз, говоря о битве за Москву, тем не менее, помянули Эль-Аламейн и директора музея. — Найдя остатки спаты L-37 итальянского, я пытался вытащить кузов как раз с Египта. Ну и, выйдя потихонечку, это Эль-Аламейн, деревня маленькая, которая находится всего в 100 километрах от Александрии, там и произошло ключевое сражение Второй мировой войны, как считают... — На этом театре военных действий. — Да, на этом театре военных действий в Африке. Но я к директору музея подхожу, полковник египетской армии, я говорю, вы знаете, вот там у нас тоже музей на Поклонной горе, мне бы очень хотелось посмотреть, техника какая стоит там на полях, говорю, всю жизнь мечтал. Он так посмотрел на меня, как на сумасшедшего, говорит, вы знаете, я 4 года здесь работаю, один лишь раз меня берберы заводили туда. Но зная, что это за место, я не стал больше ничего говорить. Это адские сады. То есть оно настолько было заминировано, это место, там миллионы мин, которые не имеют карт. То есть карты отдали, к удивлению, только немцы. Англичане не отдали, итальянцы тоже не отдали карты минных полей. Поэтому до сих пор никто не знает. А техника, как будто бы вчера припарковали, так сохраняется. Соответственно, все мины в земле, они просто, ну, состояние новых. Неважно. Но мы говорим о московской битве. — Но ведь ты же под Москвой тоже нашел машину, которая великолепно сохранилась под кустиком. Время от времени, кстати, ну, буквально хотя бы раз в год находится автомобиль под Москвой какой-нибудь. Так как битва была тоже нешуточная. Вот подальше уже за Можайск, в лесах время от времени встречаются хорьи, остатки немецких грузовиков, там, блицы, феномены, всевозможные граниты. Несколько лет назад, к моему великому удивлению, нашли хорьх 108-й тип 1А просто с родным кузовом, в родной жести. То есть его вон на сайте у меня, вв2motors, можно посмотреть, или varmotors.ru. То есть тип хорьх тип 1А с родным кузовом, с родной жестью, которую, в принципе, не так страшно, там не так проблемно реставрировать. То есть автомобиль, безусловно, будет отреставрирован. Это полноприводный, полновуправляемый автомобиль, который безумно считается редким. То есть их было всего там выпущено несколько тысяч штук, и считается просто уникальным. По результатам московской битвы, когда мы отогнали, наконец, фашистского супостата, в газете было замечено многократно на разные лады, но, так или иначе, мы, наконец-то, научили немецкого солдата ходить пешком. Потому что до того момента только на технике было, конечно, очень много моторизованных частей, которые перемещались. После уже пешочком, пешочком. Ну, те, которые ноги уносили. Все правильно. Но отступали точно так же, как Наполеон когда-то от Москвы. Точно так же зимой, не спеша. Это, кстати, была директива в свое время Гитлера, который распорядился, как только началось отступление немцев под Москвой, он его остановил через несколько дней, приказом, именно сравнив с Наполеоном. Что нельзя бежать, потому что в противном случае будет то же самое. И он дал приказ, что пока не подойдут резервы, стоять насмерть. И ведь мы же Калинин отбивали, это будь здоров как. Именно потому, что они там уперлись рогом. Все правильно. Согласен. Ну и, собственно, под Ржев мы когда вышли. Мы же хотели его сходу взять. Не получилось. Пришлось отложить на трагическое лет 42-го. Ну да. Не, оборона была, конечно, сильной тоже у немцев. Все-таки они умели воевать к тому времени. Все-таки прошли всю Европу. То есть, как бы там ни было, Францию прошли, воевали. То есть, Польшу прошли и тоже воевали. То есть, и Францию, хоть и взяли за один месяц, ну, чуть больше там, Польшу точно так же за один месяц. Но Польша, не забывайте, что маленькое расстояние было. Польша не такая большая. То есть, поляки дали сопротивление очень хорошее. Да, но поляки брали, поляки, немцы брали половину Польши, потому что вторую половину взяли мы. Ударили с другой стороны. Точно так же аннексировали, как когда-то немцы Чехию и Австрию. Да, и обращение товарища Молотова к советскому народу по поводу вторжения РКК в Польшу. Из Сирии. Мы тут звонили в Польшу, но не дозвонились никого, поэтому считаем братским долгом оказать помощь народу и ввести войска. Все правильно. И после этого, кстати, немцы к нам под Москву прикатили и на французских Рено, и на чешской технике, и на Татрах они приехали, и под Москву это много очень мы накрошили. Основной танк, кстати, у немцев был на начало войны, это Т-38, чешского производства как раз. То есть, это был очень хороший танк, который, ну так скажем, более-менее к нашим условиям был приспособлены, и реально они до середины войны докатались, а в конце войны из них уже делали хетцер. Хетцер считалось лучшее штурмовое орудие, лучшее штурмовое орудие вообще Второй мировой войны. То есть, это маленький танк, который имеет невысокий корпус и хороший ствол. То есть, стояла у него пушка, ПАК-38, ну, ПАК-40, но очень хорошая, 75-миллиметровая. Что касается техники под Москвой, но, например, я читал отчет наших войск под Звенигородом, что сдерживало, так скажем, натиск германских войск примерно на участке в 20 километров. То есть, это один единственный КВ, один, который, не знаю, как все-таки сохранился под Москвой. То есть, это большая редкость. Вот единственный КВ, который стоял, и два легких танка. То есть, также было несколько пушек. То есть, это в районе Николиной горы находились наши войска, и, соответственно, эти танки там же и находились. То есть, очень интересные есть моменты. Например, рядом с Нахабино, мы там проводили наш слет, моторы войны в прошлом году. Там очень интересный был бой. Там Гудз, фамилия, потом он стал генералом, в то время был лейтенантом или капитаном. Но он подбил на этом месте 11 немецких танков с танка КВ. То есть, он остановил целую колонну в районе Нахабино. Сейчас там стоит ему памятник, и, насколько я знаю, даже предполагают собрать из обломков по лесам танк КВ-1, и поставить его на это место легендарное, где сам Гудз воевал. Но броню танка КВ немецкий снаряд не брал. Абсолютно. Только 88-миллиметровое орудие. То есть, ни одна пушка немецкая, то есть, у немцев был большой шок, когда они вообще увидели этого монстра. То есть, это фактически русский тигр. Они, кстати, не знали его существования, что самое интересное. И когда они потом в мемуарах об этом вспоминали, они сказали, что мы переоценили возможности нашей разведки. Мы не все знали про Советский Союз, и не все знали про Красную Армию. КВ-1 как раз был... Собственно, и КВ-2 тоже был достаточно парадоксальный, но мощной техникой. Они не знали про КВ-1. В начале войны было очень много героических моментов, когда именно танки КВ останавливали, ну, целые армии. То есть, например, известный случай, был такой капитан Колобанов. Так вот, он свои пять танков в районе Гатчины под Питером выставил настолько грамотно, что все пять танков остановили наступление нескольких, не просто дивизий, да, можно сказать, там чуть ли не армии. То есть, это очень знаменитый бой. Они в течение двух дней подбили 43 фашистских танка. Причем, не потеряв ни одного из своих танков. Из-под... Из дороги со стороны Луги один из танков поврежденный. Они выволокли. Причем, помогли эвакуироваться местному населению, которые хотели с тогдашнего Комсомольска уходить. По-моему, Комсомольск он называл из Гатчина во время войны. Вывели еще и население оттуда. Так вот, сам Колобанов со своими танкистами подбил 23 танка, правильно замаскировав свой танк. После боя на его башне было более 90 выстрелов видно. То есть, более отметено от снарядов. То есть, его не могло взять ни одно орудие, кроме 88-миллиметровой немецкой зенитной пушки, Круповской. Это, конечно, чудо вообще, не орудие. В журнале боевых действий группы «Армия Юг» было написано после московской битвы «Мы вынуждены признать, что Красная Армия является очень серьезным противником. Русская пехота, проявляя неслыханное упорство, прежде всего, в обороне стационарных укреплений сооружений, и даже в случае падения всех соседних сооружений, некоторые доты, призываемые сдаться, держались до последнего человека». «Все правильно». «Недооценили они нас». «Это правильно. Хоть и техника у нас не была столь хорошей, но в Берлин наши войска входили». «Да, в Берлин взяли коалиции, но все-таки войну-то вынесли мы на своих плечах. Американцы в этой войне, они не любят показывать в фильмах, как безалаберно они клали своих солдат в лобовых атаках, и что, в общем, по большому счету, воевать американцы не научились, а мы научились». «У немцев часто в воспоминаниях, так, например, есть воспоминания «Танки в грязи», так называемого, немецкого танкиста. Он пишет, что они ходили специально за джипами в конце войны, именно к американцам ночью, когда они спали в домах». «У нас есть в немецкий танкист?»